Освящение, часовня, медперсонал и пациенты учреждения ждали с особым трепетом. Теперь больница обрела не только уютное помещение для молитвы, но и еще одного покровителя и заступника, святого Спиридона Тримефунского, в честь которого и была освящена часовня. Конечно, когда человек находится у болезни, он ближе к Богу и ближе к тому, чтобы задуматься на своей жизни. Поэтому я очень благодарен, конечно, в первую очередь Господу за его милость, конечно, руководству и прежнему, и теперешнему, что и здесь появилась. Вот эта небольшая комнатка, часовня, где человек может прийти и задуматься над тем, как он живет, зачем он живет. А самое главное, ведь дети – это будущее нашего Отечества и Церкви. Дать правильное направление жизни этого человека, особенно в наше время, когда очень много свободы. Этой свободой, к сожалению, не умеет пользоваться. Больница – это, наверное, одно из немногих учреждений, оказываясь, в котором человек часто переосмысливает происходящее с ним событие. Учится мириться с недугом, пробует начать жизнь с чистого листа, особенно если проблемы со здоровьем у детей. В такой сложный момент человек нуждается в духовной поддержке, которую и дает ему церковь. Открыть часовню в медицинском учреждении – значит продолжить давнюю историческую традицию, когда даже полевые госпитали имели свое место для молитвы. Слава Господу, мы возвращаемся к истокам жизни, духовной жизни нашего народа. Я уже сегодня говорил, раньше при каждой больнице была часовня или даже целый храм. Потому что врачом, самым главным врачом является Бог. И те люди, которые имеют талант врачевства, которые являются врачами, они имеют этот талант от Бога. Поэтому мы всегда должны благодарить за это Господа. Теперь запах лада на дух спокойствия и умиротворения будут жить в этой небольшой часовне. Открыта она будет постоянно. Кроме того, в рамках своего визита в детскую областную больницу, Владыков встретился с медперсоналом, а также посетил педиатрическое отделение номер 5, где навестил самых маленьких пациентов учреждения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щербант, Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.